Проходим к нашему регулярному гостю. У нас в гостях Олег Жданов, полковник ВСУ Запаса, военный эксперт, бывший сотрудник Генштаба ВСУ. Олег, здравствуйте. Здравствуйте. Олег, у меня самый главный вопрос. Расскажите нам, что происходит сейчас на фронте, что происходит в Донбассе и в север Донецке. Самая горячая точка стал сам город Северодонецк. Там сейчас идут уличные бои за город. То есть фактически бой идет в середине самого города. Из самых последних новостей Российская Федерация нанесла авиационный удар по промышленной зоне и попали в цистерну, точнее не в цистерну, попали в емкость, огромную емкость промышленную с азотной кислотой. И сейчас там выброс этой кислоты и есть отравление местности, точнее все признаки отравления. Распространяется в облако на довольно большую площадь. А в остальном, в принципе, по всем направлениям вокруг севера Донецка идут атакующие действия. В основном, правда, есть со стороны Попасной в сторону Пахмута и со стороны Лимана в сторону Лисичанска. Они пытаются атаковать, но в принципе фактически везде наступления нет. Нигде противник успеха не имеет. Олег, а у меня такой вопрос. Вот, насколько я понимаю, несколько недель назад российская армия пыталась взять Белогоровку и переправиться на другой берег Северского Донца. И если бы она это сделала, она могла бы окружить Северодонецк и взять российскую армию в Клещи. Олег, вы исчезли, но так я понимаю, что вы возвращаетесь. Да. Да, 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 все. А у них нет выбора. Поймите, здесь командуют уже не военные. Военные сколько раз говорили, пытались, точнее, достучаться до Кремля и объяснить, что фактически они сейчас ложат последние оперативные резервы, которые есть в составе вооруженных сил. И то уже даже на линию фронта прибывают в основном мобилизованные, которые скрытой мобилизацией привлечены. И даже начинает поступать техника, которая снята с хранения. Ну, в виде Т-62М и БМП-1. То есть машин, которым там больше 40 лет. На сегодня появилась инсайдерская информация о том, что почему такой штурм Северодонецка и почему в лоб. К 1 июня приказано взять Северодонецк, а к 1 июля приказано Донецкую область. Вот, ну там не Северодонецк, там было сказано Путиным, что из Кремля поступило распоряжение, да, да, из Кремля поступило распоряжение, что до 1 июня должна быть взята Луганская область, а до 1 июля должна быть взята Донецкая область. Вот такая информация сегодня, в принципе, она объясняет такое упорство с такими, ну, с такими устремлениями и несчитанием с потерями среди российского командования. У нас там даже, я не знаю, в курсе Лена дошло до того, что произошел даже инцидент с одним из представителей высшего командования, там генерала чуть не убили бойцы российские. Вы знаете, да, эту историю? Я-то в курсе, а наши слушатели, я думаю, с удовольствием послушают. Дело в том, что российские солдаты отказались идти в очередное наступление и потребовали их ротации, потому что срок у них заканчивается, и, ну, как бы, люди хотят вернуться домой, контракт заканчивается. И дошла перепалка словесная, был представитель штаба армии, генерал с охраной, и словесная перепалка дошла до того, что генерал выхватил пистолет и хотел там этого солдата застрелить. Солдат достал из кармана гранату, выдернул чеку, подошел к генералу и сказал, ну, стреляйте. И на этом генерал сел в машину и уехал вместе со своей охраной, и ретировался с боевых порядков. Вот, у них там просто, это было в районе как раз севера Донецка, и, если я не ошибаюсь, с той стороны там позавчера, вчера мы уничтожили большую группу наемников вот этой частной военной компании «Лига». Ну, это бывший «Вагнер», который они сейчас переименовали, и они понесли очень тяжелые потери. Там до 70% потерь от числа тех, кто принимал участие в боевых действиях. Они пытались прорваться к северу Донецка от Попасной. Их уничтожила новая артиллерия? В том числе, да. В том числе и с помощью новой артиллерии, которая туда сейчас сосредотачивается максимально. Правильно ли я понимаю, что туда завезли 5 дивизионов 777-х? Ну, может быть, не все 5, потому что есть еще другие направления, где необходима артиллерия. Но французские «Цезари» там точно, и «Три семерки» тоже там точно принимают участие. В полном составе или нет, сказать на сегодняшний день трудно. Олег, я вижу, что вы говорите очень осторожно. Поэтому я, если можно, спрошу вас. Ну, учитывая, что Путин приказал штурмовать Северодонецк, мы уже понимаем, что этот штурм ничего не отменит. Это вот будет как Белогоровка и Чернобаевка. Раз Путин сказал, они точно с этого места не слезут. Но вот смотрите, что я вижу. Вот неделю назад все кричали ужас-ужас. И действительно, российские войска неделю назад продвинулись под Попасный, действительно вышли на окраины Северодонецка. И все люди, с которыми я говорила на фронте, которые там воюют, они говорили, вот если бы нам дали новую артиллерию, то тут бы просто российские войска накрыло, потому что они пришли как муравьи на кусок растопленного сахара. И вот если бы у нас была новая артиллерия, то вот при такой плотности войск, при такой плотности сосредоточенных орудий, там вот вы говорили в прошлый раз 15 батальона тактических групп, там была бы мясорубка, там было вот то же самое, что случилось у Пирра в свое время с римскими войсками. Даже если бы российские войска взяли в ходе этой операции Северодонецк, то они потеряли бы такие чудовищные потери, если бы такие чудовищные потери, что выражение первого победы можно было бы заместить уже теперь на слова Северодонецкая победа. И вот ровно это я в субботу, в пятницу услышала, что действительно им поставили новую артиллерию. Их мечта исполнилась, и они стали очень веселые. Правильно я понимаю, что со всеми осторожностями, которые мы должны предпринимать, когда мы говорим о войне, потому что в войне все неизвестно, что под Северодонецком может произойти грандиозное истребление российской армии именно благодаря тому, что Путин велел взять Северодонецк. Там огромное количество войск, и на это огромное количество войск начинает действовать новая артиллерия. Да, мы при этом можем ожидать, потому что все прибывающие сейчас направляются именно туда. Там сосредотачивается основная масса. Единственное, что вот на этот праздник могут не успеть рейт-системы залпового огня, решение которых все-таки принято. И нам их будут передавать. Они бы увеличили, потому что у них дальность больше. Все-таки артиллерия ограничена 40 километрами дальнейшей стрельбы, а в рейт-системе до 70 стреляют. Поэтому потерь могло бы быть больше. А что может пойти не так? Потому что я понимаю, что я нарисовала такую очень оптимистическую для украинской армии картину. А каждый вы начальник должен думать прежде всего, что может случиться не так. Ну, не так может пойти и то, что все-таки в результате такого упорного натиска нам придется Северодонецк оставить. Почему? Потому что снабжение группировки в Северодонецке очень затруднено в результате разрушения основного моста и повреждения второго моста. Но у нас есть тогда прекрасный шанс из города Лисичанска сделать форпост. Тем более, что Лисичанск находится на высоком берегу. И перед ним речь о Северодонецке, который является естественным препятствием. И в принципе, при удержании трассы Лисичанск-Бахмут, мы можем спокойно превратить его в форпост и удерживать неограниченное количество времени. Но правильно ли я поняла, что в такой ситуации, если вот действительно новая артиллерия есть и она работает, оставление Северодонецка не имеет большого стратегического значения, ровно наоборот. Пока российские войска будут наступать на Северодонецк, когда они заходят в безлюдный город, брошенный практически, они же не перебираются из окопа в окоп. Они в этот момент, собственно, и поставляются под удар артиллерии, и в этот момент и происходит перемалывание. Да, абсолютно правильно. Плюс, ну смотрите, мы же в основном используем метод мобильной обороны, поэтому вполне возможно, что именно это и сейчас и происходит. С одной стороны, мы выматываем российские войска в самих городских боях, потому что пробиваться в городе очень тяжело. А с другой стороны, вполне возможно, мы готовим подарок, потому что, взяв Северодонецк, дальше, там, кстати, город не вплотную прилегает к реке, там еще есть зеленая зона, ну пойма речки. Вот, выйдя на эту пойму, они как раз попадут под огонь нашей артиллерии. Ну, в общем, я просто обращаю внимание, слушатели напоминаю, как на прошлой неделе все кричали ужас-ужас, и дайте, значит, вот что будет. И мне это немножко напоминает, как Наполеон перед Остерлицем дрожал и притворялся перед российскими же, кстати, войсками. Ах, только не давайте мне генерального сражения. Вот это напоминает какую-то китайскую стратагему, называется бросить кирпич, чтобы получить нефрит. Или это слишком оптимистический анализ? Ну, я думаю, это слишком оптимистический анализ, но будем надеяться, что в этом есть большая доля правды. В любом случае, смотрите, город Лисичан все равно это же Луганская область. Граница проходит между Лисичанском и Бахмутом. И примерно посредине. И, соответственно, даже точнее, можно сказать, она проходит восточнее Солидара. Поэтому, если мы загребимся в Лисичанске, то тогда к первому числу никто не возьмет Луганскую область. Ну, перенесутся даты. Они уже, российские войска уже много чего не взяли из того, что не то, что обещали взять, а уже сказали, что взято. Ну, кстати, Шойгуш тоже говорил, что мы практически взяли Луганскую область. Это в начале прошлой недели. Он докладывал Путину о том, что Луганская область практически полностью взята. Ну, вот, прошла неделя с его слов и еще продолжается. Вы сказали, что системы залпового огня не успеют на этот праздник. А вот тут вот ровно вчера Джо Байден сказал, что мы не будем поставлять украинцам те системы, которые могут достичь Российской Федерации. Вот очень много людей озадачилось, что имеется в виду. Имеется ли в виду, что Байден не будет, что Америка не будет поставлять Украине МЛРС и Химарсы, и если как с их поставками обстоит дело и что имелось в виду? Насколько я знаю, чуть позже после выступления Байдена было разъяснение администрации Белого дома, где они сказали, что все системы будут поставлены. Единственное, что они будут поставлены с боекомплектом с максимальной дальности до 70 км. Хотя потом была оговорка, что в дальнейшем возможно поставка и полного боекомплекта для этих систем. В принципе, то, что их поставят, я, например, не сомневался, потому что понимаю, что они не могли быть не включены в программу поставок по Ленд-Лису. Единственное, что мы обратились к западным партнерам, чтобы нам поставили их сегодня и сейчас. И, в принципе, получили положительный ответ. В ближайшее время нам будет поставлено 10-20 единиц. Сколько они смогут поставить вместе с боеприпасами? Как это будет засчитано в качестве дополнительной помощи, которую мы получаем от западных партнеров? Или это будет включено в Ленд-Лис, но это уже вопрос, будем говорить так, второстепенный, как это будет оформлено? И все это может еще успеть под Севердонецк? В принципе, да. Ну, если не под Севердонецк, то под Лесичан 100% это успеет. А как вы вообще оцениваете сейчас вот те обязательства, которые берут на себя США, и что они выполняют, и что они делают? Ну, в отношении США вообще нету никаких претензий. В принципе, все, что они обещали, они делают. Единственная как бы большая такая претензия была, это то, что они два месяца подписывали Ленд-Лис и закон о финансировании Ленд-Лиса. Вот в этом вся основная задержка. Мы все мечтали, что к концу мая мы получим Ленд-Лис, и в июне мы уже можем формировать группировку войск для контрнаступления, а видите, получилось все, что все сдвигается как минимум на месяц-полтора. То есть мы теперь говорим о второй половине лета про контрнаступление. Но, опять же, и ждем с нетерпением, когда же первая партия вооружений прибудет в Украину. хотя есть сообщение о том, что часть судов, которые были загружены в США, какие-то пришли уже вроде в Швецию и в Польшу. это пока что заявление прессы. А миги чего американцы не поставили в свое время? Помните, была целая история, когда поляки были уже готовы поставить миги, и тут их забрали на базу в Рамштайн и сказали, что не поставят. там очень интересная история. Дело в том, что я так понимаю, что самолеты Американского производства из стран, которые ближайшие партнеры Соединенных Штатов Америки, даже в самом НАТО, кроме тех, которые имеют собственные истребители на вооружении или боевые самолеты, то авионикой этих самолетов занимается Израиль. И Израиль поставляет авионику кстати, даже для Локхрид-Маркетин на F-35 стоит частичная авионика производства Израиля. Так вот, эти МИГи, которые были в Польше, по некоторым данным, их модернизацией занималась тоже израильская компания. И именно Израиль настоял на том, что они до сих пор стоят на позиции не передавать нам из вооружений. И именно Израиль настоял на том, чтобы эти самолеты не передавались в Украину. И для того, чтобы Польша случайно их не передала в другом виде или под другим соусом, именно для этого их перегнали на немецкую базу НАТО в город Ранштайн. И где они находятся по сегодняшний день. То есть это были не американцы, а Израиль? Да, это был Израиль. И кстати, вот мы столкнулись с еще одной проблемой. Сейчас одна из прибалтийских стран хотела передать нам Спайк, это противотанковый ракетный комплекс производства Израиля. И Израиль тоже наложил вето на передачу нам этих туров. Мы не получили их. То есть даже после того, как Лавров осчастливил мир известием о том, что Гитлер был еврейской национальности, Израиль предпочитает держать нейтралитет. Да, Израиль на сегодняшний день предпочитает держать нейтралитет. Хотя допустим на обстрел своих самолетов во время очередного удара по объектам корпуса стражей исламской революции на территории Сирии, когда сирийские ПВО, но мы знаем, что там российские расчеты С-300 выстрелили в направлении израильских самолетов, они разнесли практически все имущество, которое было в Портулу, для отправки в Российскую Федерацию, российское имущество военно-техническое, в том числе предполагается и ракетное вооружение. Они одним авиационным ударом снесли все, что было в Порту подготовлено к отправке. Ну, вот так обменялись, можно сказать, любезностями. И это было, кстати, в начале прошлой недели. Собственно, коль скоро мы заговорили о самолетах. Вот меня под Северодонецком поразило две истории, когда сначала один генерал, который был уже пенсионер в Российской армии, генерал авиации, погиб в самолете, а потом вот Руслан Левеев и Майкл Наки рассказали нам, что нашли они еще второго уже белорусского генерала, который тоже воюет в качестве частного летчика. И вот это какая-то новая для меня история. То есть мы все знали, что вагнеровцы это профессиональные ребята, это личная армия Путина и так далее, но чтобы у них были оказывается еще и частные пилоты на самолетах, вот если можно, вы знаете что-нибудь об этом? По информации нашей разведки, которую они опубликовали, вот этот первый генерал-майор, который разбил МИГ-27, и за это был уволен из рядов вооруженных сил, точнее МИГ-27 он разбил, он принимал участие в составе частной военной компании, по-моему, в Руанде. Там идет война, и он там работал на Су-25 выполнял боевые задачи. И вот нехватка, это говорит о том, что катастрофически не хватает опытных пилотов, потому что молодой лейтенант, выпустившийся из училища, ну, максимум взлет-посадка и несколько фигур, и минимум пилотажа, вот так вот, я бы сказал. И настоящий пилот, вот давайте вспомним советские времена, боевой летчик должен был иметь налет, там, не менее, по-моему, 200 часов в год. И только через 3-4 года он там подавался на классность для того, чтобы повысить свой профессионализм, то есть доказать, что он реально может пилотировать, может там выполнять фигуры высшего пилотажа, вести воздушный бой или выполнять боевые задачи. Поэтому выпуск молодых не спасает вооруженные силы Российской Федерации. А количество пилотов, особенно асов, ну, в кавычках, из Сирии, мы приземляли, наибольшее число, мы приземляли вот на севере Украины в первый месяц войны. Там было сбито очень много пилотов, которые принимали, имели боевой опыт бомбардировок в Сирии. И на сегодняшний день вот присутствие таких пожилых людей, вот подъем возраста для мобилизованных и вот эти вот два случая сбития людей с возрастом 60 плюс говорят о том, что критическая ситуация именно с боевыми летчиками. Не каждый пилот сегодня может сесть и отработать по переднему краю на штурмовике. А вот эти сирийские пилоты, которых сбивали, они были члены российской армии или они тоже некоторые из них были частные, грубо говоря. Нет, они все были офицерами российской армии штатными, но у них был один очень большой недостаток. Дело в том, что да, они хорошо бомбили и довольно точно, потому что практика, навык это дело такое, наживное, но они не воевали в Сирии в условиях работы систем ПВО, поэтому их так легко сбивали. В Сирии они же летали спокойно, там даже стингеров не было, а здесь они столкнулись реально с работой ПВО страны плюс ПВО войсковую. Вот вы знаете, что меня поразило в этой истории с летающим генералом? Это вообще вещь, на которой я некоторое время назад задумалась, потому что да, с одной стороны мы можем сказать ровно то, что вы говорите, это совершенно справедливо, что не хватает у России опытных обученных пилотов, поэтому мы видим очень пожилых людей, но это действительно очень профессиональные обученные люди, это действительно люди, которые совершенно реально воевали, кто в Руанде, кто в Чаде, кто еще в каких-то других местах, то есть оказывается размах операций частных российских военных операций за рубежом был таков, что в них существовали даже якобы частные военно-воздушные силы. И летчики. Да, и меня поразило вот что, я подумала, что мы все, ну по крайней мере я вот так вот немножко несерьезно относилась к вагнеровцам, мне оказалось это какой-то забавой, и вдруг я подумала вот что, что смотрите, Путин оказался, отказался в какой-то момент от реформы российской армии, ну просто потому, что он решил, что это опасно или это нереформированная вещь, в общем он уволил Сурдюкова, заменил его цередворцем Шойгу, но практически одновременно он начал создавать вагнеровцев, и вам не кажется, что это они выполняли как раз роль такой параллельной армии, частной армии Путина, где как раз можно было обкатать все то, что нельзя было обкатать в российской армии, то есть как раз гибкость, профессионализм, людей, которые действительно умеют воевать и проявляют инициативу, или это слишком упрощенный взгляд на вещи? Нет, почему же? Дело в том, что смотря для чего они их создавали, видите, Российская Федерация создавала частные военные компании для решения своих политических вопросов, ведь это в принципе с применением этих компаний решали ту или иную политическую задачу в этих странах, они же не просто так, и вряд ли они за деньги там воевали, то есть наемникам, конечно же, платили, но вряд ли Российская Федерация заработала на частных военных компаниях какие-то деньги. В основном это были политические задачи, поддержание политического строя с последующим получением преференций, допустим, по добыче каких-то полезных ископаемых, как в ЦАР, они решали вопросы по меди и другим, в ЮАР или в Руанде по-моему там алмазы есть там, то есть то есть в этом плане это были, да, они их готовили, да, они их экипировали, но в основном это было просто наемное войско, которое помогало Российской Федерации решать политические задачи. Ну, вот моя мысль была такая, что эти политические задачи возникали ровно для того, чтобы тренировать это наемное войско тоже. Ну, у нас, напоминаю, что это Юлия Латынина. А я бы поставил, извините, я бы поставил наоборот, я бы поставил наоборот, войско тренировали для решения политических задач. Будущих в Украине? Ну, в Украине они пригодились, потому что вооруженные силы не справились, ведь первоначально был задум, что вооруженные силы справятся одним махом и без привлечения посторонней помощи. И я так понимаю, что частные военные компании уже появились, когда поняли, что надо воевать, реально воевать, а не заходить в Украину походным маршем и это самое, с парадной формой на броне. То есть вагнеровцев сначала не было в Украине? Нет, они появились уже, когда были проблемы под Киевом, вот тогда мы начали говорить о частных военных компаниях. у Российской армии, когда начали есть проблемы. Напоминаю, что это Юлия Латынина и Олег Жданов, и у нас наш обычный вторничный стрим, в которых мы с Олегом обсуждаем самое важное, что произошло за неделю. Я призываю вас не забывать ставить лайки, не забывать писать комменты, не забывать писать нам в чате, не забывать распространять ссылки на это видео, чтобы его посмотрело как можно больше людей. Я должна похвастаться, что у нас как раз перевалило за полмиллиона подписчиков на прошлой неделе. И напомнить, что у нас довольно скоро должен прийти к нам мэр Мариуполя, который расскажет понятно, о чем будет говорить Вадим Бойченко, мэр Мариуполя. А пока у нас с Олегом есть время, я хочу задать ему еще несколько важных вопросов. То есть вопросов-то у нас важных до кучи, но мы всегда успеем их в частях задать еще и на следующей неделе. Олег, сейчас происходят обстрелы Донецка. Как я понимаю, вот как раз этой новой артиллерии. Почему стреляют и насколько успешно? Стреляют по военным городкам. Дело в том, что Донецк это очень большая агломерация и там очень много промышленных зон. И Российская Федерация сосредоточила вот за все эти годы сосредоточила места хранения техники, места ремонта техники и места скопления боеприпасов. И вот, кстати, последний удар вчера он состоялся, он был именно по складу боеприпасов. Детонация боеприпасов длилась несколько часов после попадания на наш этот склад. То есть мы бьем исключительно по военным объектам, по складам боеприпасов, горючих смазочных материалов и со сведоотечения техники. И это те самые склады, которые должны наступать под Северодонецком? В том числе да. Ну не только под Северодонецком, может это склады, которые должны были наступать под Марьинкой или в районе Авдеевки. Это именно это направление, Луганское, Донецкое направление. И это та самая артиллерия, которую завезли под Лисичанск, новая, западная? Да, это та самая артиллерия, которая имеет дальность стрельбы, которая в дальности стрельбы превышает российскую и некоторые образцы там до 40, а некоторые образцы до 50 километров могут добивать. И прицеливание, как я понимаю, тоже происходит с помощью системы Крапива или, в общем, с помощью дронов, системы, о которой я спрашивала вас в прошлый раз, а вы предпочли отвечать в кончево, что не помешало мне написать об этом большую статью в новой газете, которую я, кстати, крайне рекомендую слушать. вы все правильно написали. Дело в том, что получилось так, что мы создали эту систему сами для имеющейся у нас артиллерии. Это советские образцы, которые действительно наводятся, прицепная артиллерия полностью вручную, а самоходная артиллерия полуавтоматически наводит. То есть там есть электромашинные усилители, которые помогают наводить орудия. А вот артиллерия, которая к нам пришла, она имеет аналогичную систему, но уже промышленного производства. Вот в чем отличие. Кстати, паладины, если придут, они уже начинают поступать, М109 самоходные галбицы паладин, вот там же вообще там на планшете надо просто наколоть точку, куда ты хочешь попасть. И дальше все происходит полностью в автоматическом режиме. Высчитываются все данные для стрельбы и наводится самоходная установка именно в ту точку, которую ты наколол на планшете. Вот такой принцип работы самоходки паладин. Если можно, что поскольку не все читали мою замечательную статью в новой газете Европа, и не все, может быть, наши слушатели смотрели код доступа последний, где я подробно описываю работу этой системы, и к тому же все-таки я филолог, а вы военный эксперт. Если можно, несколько слов, потому что мне кажется, это... Вот мы только что говорили с Павлом Лузиным в первой части этой передачи о путинских Вондер-Ваффен, на которой построено гигантское количество денег испорчено, и они не работают. А меня совершенно потрясло, что с помощью гражданских планшетов, гражданских раций и гражданских беспилотников была построена система на коленке, которая действительно не имеет аналогов на самом деле, и которая существует только благодаря тому, что Украина ведет сезонтрическую войну, где каждый человек принимает решение. Да, действительно, наша аэроразведка, которая обеспечивает работу артиллерии, она была построена исключительно руками волонтеров. И у нас даже был, я бы даже сказал, конфликт на уровне военного командования самого высокого по поводу потом оформления вот этой аэроразведки, в состав вооруженных сил. Но действительно построили ее волонтеры, абсолютно гражданские люди, со своими квадрокоптерами, со своими планшетами, то есть обыкновенные планшеты, квадрокоптеры, туда были занесены, были написаны спецпрограммы, и туда были занесены данные для таблиц стрельбы тех или иных систем. И с помощью квадрокоптера, с помощью GPS-навигации, учитывалось положение орудия и корректировщик, и оператора, и готовились данные для стрельбы. То есть квадрокоптер зависал, над целью определял координаты, передавал их на планшет, с планшета они уходили уже на орудие. и артиллерия получала готовые координаты, даже у нас дошли до того, что метеопоправки практически учитывались в этой программе. Потому что для артиллерии это очень важно, метеоусловия зависят, влияют, точнее, очень сильно влияют на точность стрельбы. И да, такая система работала и сегодня работает. а вот уже западные образцы орудий они фактически идут именно с промышленной. Три семерки у них есть вот это на основе навигации система электронная система определения данных для стрельбы Цезарь то же самое ну Паладин я уже сказал то же самое имеет такую же автоматизированную систему. То есть украинская система она была связана с тем просто с тем что у вас не было совершенных западных орудий и вы с помощью гражданских компонентов пытались и с помощью программ пытались воспроизвести эти в западных орудиях встроенные функции. Да абсолютно правильно мы практически параллельно создали абсолютно не из военных вещей и причем абсолютно не военными людьми была создана вот эта система которая нам заменила вот эти западные аналоги и мы с помощью советских орудий систему наносили огневое поражение начиная с 2014 года. Дальше все это время вот ну я знаю по своему опыту что система постоянно совершенствовалась в плане программного обеспечения в плане использования GPS навигации и прочего. Сегодня допустим если использовать связь через Starlink то это вообще неубиваемая система которая не боится ни радиоэлектронной борьбы ничего. Я правильно понимаю что с новыми западными орудиями по-прежнему используются гражданские квадрокоптеры которых используют гражданские волонтеры? Да используется но допустим если мы возьмем гаубицу три семерки и посмотрим на тот пакет помощи который оглашал лично Джо Байден вот на 800 миллионов долларов то там в пакете помощи эти три семерки идут с беспилотниками в комплекте то есть к ним идут разведыватели не ударные а разведыватели беспилотники мы даже пошли дальше и наш опыт говорит о том что все-таки квадрокоптер лучше для артиллерии чем беспилотник потому что квадрокоптер может стационарно висеть в воздухе вот это мне тоже самое говорили артиллеристы вернее не артиллеристы да артиллеристы именно использующие эти квадрокоптеры очень о ней хвалили и я честно говоря удивлялась потому что вот именно по моим представлениям единственное на что должна действовать российская радиоэлектронная борьба это вот как раз на этот гражданский квадрокоптер потому что она его за милую душу сбивает как так получается что она ему не мешает ну потому что используются различные каналы связи и используются допустим квадрокоптеры уже нового поколения сейчас даже вот на вот этих гражданских на детских игрушках появилась такая функция домой то есть если начинает глушиться сигнал можно просто нажать кнопку домой и квадрокоптер выключить всю внешнюю связь и просто летит на то место откуда он был запущен ну или в худшем случае если успевает перебить канал связи то он падает при включенных средствах связи он глушится да есть потеря квадрокоптера но квадрокоптера и стоимость того что мы нанесем огневое поражение противнику она конечно же не идет ни в какое сравнение Олег правильно ли я сейчас поняла что вы сказали что все многомиллиардные инвестиции в российскую РЭП бессильны перед детской игрушкой да абсолютно правильно перед квадрокоптером ну даже среднего или ниже среднего класса на сегодняшний день радиоэлектронный не может его подавить если ты успеваешь включить функцию домой если такая функция она предусмотрена уже во многих моделях квадрокоптеров то все РЭП дальше бесполезно я напоминаю что это Юлия Латынина и Олег Жданов и мы обсуждаем то что происходит под Северодонецком а также мы сейчас обсуждаем систему уникальную действительно уникальную украинскую систему управления артиллерийским огнем сделанную из подручного сора и гражданских планшетов я напоминаю что к нам сейчас должен прийти мэр Мариуполя Вадим Бойченко и я прошу Дашу как только он придет дать знать и вывести а а Вадим собственно здесь а Олег вы еще здесь вы с нами да я пока еще с вами а у меня ну я так понимаю что мы вот да вот Вадим уже нас ждет у меня тогда один очень короткий вопрос опять же близ вопрос на 15 секунд что происходит под Херсоном украинская армия наступает там или нет это не наступление это контр-атакующие действия да действительно мы плацдарм для дальнейшего наступления спасибо огромное и с нами был Олег Жданов и напоминаю что Олег Жданов у нас в эфире каждую неделю и я забыла и это очень нехорошо с моей стороны попросить подписываться не только на мой канал но и на ютуб-канал Олега Жданова который он совсем недавно завел и который пользуется бешеной популярностью я смотрю что там просто подписки растут десятками тысяч если не больше в день поэтому Юлия Латынина и Олег Жданов каждый вторник подписывайтесь на мой канал подписывайтесь на ютуб-канал Олега Жданова ширьте и ставьте лайки там гораздо больше видео кроме тех о которых кроме наших бесед потому что Олег Жданов является одним из лучших на мой взгляд военных экспертов такой спокойненький очень скромный очень малоразговорчивый а мы переходим к самой страшной теме нашего сегодняшнего эфира мы говорим с мэром